Пятый канал представляет Доброе утро, шеф. Доброе. Подгоните машину. Уже подъезжает. Доброе утро, Олег Игоревич. Я вас не отвлекаю. Отчего? От очередного скучного утра в этой богом забытой стране. Нам придется усилить вашу охрану. Что? Что это? Смотрите, что мы получили. Кто прислал? Значит, анонимка. Смешно. Это вирус. Он на всех сайтах наших компаний. Сотрудники волнуются. Волнуются? Даня, что за бред? Скажи айтишникам, пусть подсуетятся. И заодно узнают, чьих это рук дело. Они занимаются, но… Так, все. Никаких «но». Свободен. Я думал, у тебя что-то серьезное. Даня, а скажи-ка мне, ты уже нашел варианты перевода моих активов в Москву? Мы работаем, Олег Игоревич. Но вы же понимаете, сейчас это не так просто. Нужно время. Так вот, и не трать его на ерунду. Данечка, родной, иди работай. Иди. Олег Игоревич! 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 Оль, Оль, успокойся. И Овчинников умер. Я твой муж. Пойдем сядем. Нет, нет, нет. Оля, Оля! Извините. Андрей, Андрей, подожди, подожди, подожди. Скажи, что у тебя какое-то чертово задание. Ты представляешь, я же почти поверила. Я же почти поверила, что тебя тогда спил поезд. А потом эти звонки ночные. Ну, я же чувствовала, что это ты. Женщина, простите, но вы обознались. За что ты так со мной? Господи! Какая же ты сволочь! Я ненавижу тебя! Оля, Оля! 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 Так не трогай меня, не прикасайся ко мне. Ты знал, что он живой. Ты знал и не сказал мне. Я же по глазам вижу. Даже если бы я знал, я бы не сказал бы. Я не хотел делать тебе больно. Оля! Оля! Попили кофейку. Примите мои соболезнования, месье Левурдо. Я знаю, вы дружили с месье Ароновским. Да. Как-то даже ездил погостить к нему в Чехию. Дыра, дыруй. Впрочем, здесь тоже веселья мало. В новостях сказали, ему перед убийством прислали черную метку. Такую? Я не знаю. В репортаже ее не показали. Месье, а правду говорят, что вы навсегда выезжаете в Россию? Да, Оливье. Хочу вернуться в свой маленький город на Урале. Знаешь, сколько там снега зимой? Во! Построю там что-нибудь полезное. Мне будет вас не хватать, месье. Это тебе. На память. Благодарю вас. Это очень дорогой подарок. Брось. Это всего лишь часы. Всего лишь прибор, отсчитывающий наше время. Мне они больше не нужны. Месье! 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 Странно это все. Сначала Вальдман, затем Аронофский, потом Леурдо. Три трупа за неделю. Когда они уехали из страны? Лет 20 назад? Некоторые гораздо раньше. Некоторые гораздо раньше. Но я тебе не об этом главное хотел сказать. Эти трое недавно сделали объявление, что хотели вернуться обратно в Россию. С чего бы? Ну, видимо, думали, что на Западе будут в безопасности. И что их активам ничто не угрожает. Подожди. Ну, эти-то кого убили? Они же вроде не под санкциями. Не под санкциями. Но, видимо, надавили. Не важно. Важно то, что появились состоятельные россияне, готовые вернуться. И вернуться не пустые. Речь про 150 миллиардов долларов, чтоб ты понимал. Ого. Если бы они пошли в нашу экономику. То-то и оно. Что в Европе очень сильно кто-то не хочет, чтобы эти денюжки утекли от них. Да, сильно не хочет. Раз троих уже убили. Обрати внимание, что убили тех, кто не скрывал свои намерения. А когда чиновники из нашего правительства контактировали с Арановским или Урдо, те уверяли, что есть еще в Европе человек 20, готовых вернуться. Но на связь они с нами так и не вышли. Уж не потому ли, что побоялись получить черную метку? Скорее всего. Полистай на досуге. Покумекай. Что еще можем сделать с этим? Макс, ты до сих пор не врубился. А те, кто прислал мне эту метку, должны увидеть, что я передумал уезжать в Россию. Одних слов мало, Валентин Николаевич. Нужны действия. Действия? Какие? Придумай. Давай я куплю какой-нибудь местный футбольный клуб, чтобы они увидели, что мои денежки тут работают. Если все это еще, конечно, не поздно. Макс, и надо усилить охрану. Не волнуйтесь, Валентин Николаевич. Все под контролем. Под контролем, говоришь? Прикрывайте меня. Откуда стреляют? Ну, прикрывайте все, сволочи! Алло, Посольцева. Это Калинин. Да, в меня сейчас стреляли. Мне нужна защита. Да. Ну, что произошло? Ну, почему я должен лететь куда-то, сломя голову? Ну, что? Я с ней в кафе столкнулся. С кем? С Ольгой. Вот это да. Я должен был догадаться, что это рано или поздно произойдет. Она тебя узнала? А вы как думаете? Михаил Васильевич, вот скажите, зачем моя смерть была вашей идеей? Ну, ты солдат, Андрей. Я-то да. Но не она. Вы б видели ее глаза. А я ничего не мог ей сказать. Я сожалею. Тут пусто. Все выжжено к чертовой матери. Я не живу уже давно. Так, ходячая функция. Робот. Страж. Черт. Андрюш, я дров наломал. Мне и расхлебывать. Я разберусь. Обещаю. Да. Миша, собирай всех и срочно на базу. Понял тебя, Федор Сергеевич. Звонил Григорьев. Через полчаса полный сбор на базе. Ну что, Андрюш, не будем сопли распускать? Конечно, не будем. Ну, пошли работать. Пошли. Пошли. А это уже Валентин Калинин. Тоже очень крупный бизнесмен. Уехал в двухтысячном. С тех пор живет в Англии. Несколько часов назад он с нами связался. Что? Тоже хочет вернуться? Хотел. Но вчера получил черную метку, а сегодня в него уже стреляли. Говорит, спасся чудом. Теперь безвылазно сидит в офисе. Боится, что на улице даже сохранить долго не протянет. Ну, как старый моряк, могу вам сказать, что черная метка – это приговор. Его не обжаловать, не отменить невозможно. Если сразу не убили, будут пытаться еще. Да, Калинин это прекрасно понимает. Он просит вывезти его в Россию. За помощь предложил весьма интересную информацию. Что за информация? Калинин уверяет, что у него есть доказательства о причастности западных спецслужб к убийствам Бальдмана, Аронофского и Леурдо. О-о-о. И самое важное. Он якобы поименно знает тех бизнесменов, кто хотел вернуться, но сейчас вынуждены затаиться. То есть мы теперь должны проворовавшихся олигархов спасать? Он, значит, здесь свои деньги наворовал, туда уехал, а мы теперь за них жизнью рискуем. Ванечка, ну пусть хоть сейчас они помогут своей стране. Отдадут, так сказать, должок. Это каким образом, интересно? Все свои деньги, награбленные народу, раздадут? Что-то я сильно сомневаюсь. Вань, да что с тобой? Ничего, я с детства олигархов терпеть не могу. Они мне еще за мамкин ваучер не ответили. Так, все. Все, отставить. Нужно вытащить Калинина и получить у него список желающих вернуться, чтобы продолжить с ними переговоры. А моральную и этическую сторону вопроса оставим в покое. Ладно, в общем, задача понятна. До Евангелия чего-то давно не был. Ну вот ты проветришься в компании Краснова и Строева. Не поняла. А я? Яночка. Операция предстоит. Очень опасная. Тебе там не место. Так, Калинин, а вас уже предупрежден. Доверять мы там никому не сможем. Кто-то, вероятно, в охране у него подкуплен. Короче, час у вас на сборы. Ваня, Володя, доложите. Я на крыше. Место тихое. Обзор прекрасный. На четвертом этаже, товарищ командир. Маскировкой вашей занимаюсь. Принято. Ну да. Именно это место я бы и выбрал. Ну зачем ты его вырубил? Ваня, это, конечно, все интересно. Ну ты сам вызвался раздобыть план здания и узнать, сколько здесь охраны. А ты? Ну что, немного пошло не по плану, товарищ командир. Вы переодеваться-то будете? Размерчик не мой. Значит, придется импровизировать. А то машину нам хотя бы раздобыть. Будет сделано. Эй, ты! Тебе сюда нельзя. Ты меня понял? Уходи отсюда. Разворачивайся. Эй, ты! Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, не убивайте. Да больно надо. Вы кто такой? Есть посольство. Вы Короснов? Он самый. Валентин Николаевич. Нам нужно поспешить. Да. Ну, а зачем? Это же мои люди. А вы уверены, что эти люди работают именно на вас? В вашей ситуации никому нельзя доверять. У нас тревога. Плохо застать. Перекройте лестницу и все выходят. Эксид. Шеф, что происходит? Нафиг. Ничего, нафиг. Уходим. У вас, по сути, все такие приветливые? Я на точке. Готовься и держи на прицеле главный вход. Объект может выйти в любой момент. Меня точно не убьют? Как повезет. Главное, меня слушайте. Все будет нормально. Нам туда. Объект в паркинге. Кажется, это по нашей душе. Вижу. Спокойно. Начинаем. Давай за колонну. Не вижу цель. Какие действия? Оставайся на точке. Объект пытается покинуть здание через парковку. А ты же кто такой? Оставайся на точке. Карета поднуй, товарищ командир. В машину. Погнали. Погнали. Эй, это еще кто. А ты стоять. Быстрее! Быстрее! Почему снайпер не прикрывал нас? Вот он. Он мертв. Валим отсюда! Что это было, черт побери? Полет был недолгим, но, надеюсь, приятным. До вечера отсидимся здесь. Как темнеет, выдвинемся в порт. Вот. Нас там будут ждать. А пока, Валентин Николаевич, от вас списки и обещанная информация о заказчиках убийств. Я вам очень-очень благодарен. Ну, дело в том, что я… Я испугался за свою жизнь. И когда просил мне помочь, кое-что приукрасил. Не понял. Это что значит? Ну… Как бы это сказать… Ну, короче, я не знаю, кто заказчик и кто именно в этих списках. Начинается. Поймите, я же не был уверен, что вы мне поможете. Вот и пришлось немного набить цену. Вот. Вот, товарищ командир. А я ведь предупреждал, что все эти олигархи одним миром мазаны. Товарищ генерал, здравия желаю. Привет, Андрюш. У нас тут Калинин на связи. Послушайте. Давай. Говорите, что вам известно. Мне известно, что за этим стоят спецслужбы. Но кто именно занимается устранением, я… я не знаю. Но я знаю человека, у которого точно есть такой список. Так. Я не понял, а это нормально, что вы меня не подобрали? Товарищ командир сказал, что вы большой мальчик, справитесь. Припомню. Владимир меня зовут. Валентин Николаевич. Там Валентин Николаевич снайпер на крыше был. Видимо, по вашу душу. Так что от небольшого вознаграждения я бы не заказался, например. Благодарю, я вас не обижу. Гуляев, ты как всегда в своем стиле. Ну что, продолжим. Вы там говорили, один человек… Человек, который владеет всей информацией, это Владислав Орлов. Он местный бизнесмен, гражданин Великобритании. А как нам на него выйти? Ну, видите ли, Влад очень осторожный. И никогда никому не сообщает, где он находится. Его даже в соцсетях нет. А после этой истории с черными метками… Понятно. То есть и этого не знаете? Опять нас разводите? Ну, я подумал, что если с кем и выйдет Орлов на контакт, так это с вами. Особенно, если он поймет, что вы можете обеспечить ему защиту. Ну, ведь есть же какие-то способы, как с ним связаться. Эмейл. У меня где-то был его рабочий эмейл. Но то, что он откликнется, я, конечно, не могу гарантировать. Мы уже поняли, что от вас толку, как от козла молока. Так я попробую, если позволите. Вот такие у нас пироги выхаватились. Андрюша, ну, попытайся хоть что-то узнать. Ну, вот. Нашел. А я пока улажу тут одно дело. Есть. Олюшка, ты дома? Давай уже наконец поговорим. Я дома. Кто вы? Как вы сюда попали? Вы Виталий Капризов? Да. Что вы делаете в нашем доме? Где она? Оля? Меня зовут Михаил Васильевич. Я начальник бывшего мужа Ольги. Андрея Овчинникова. Ах, вот оно что. Но… Насколько вам известно, они случайно встретились. Я пообещал Андрею кое-что рассказать Ольге. Мне очень нужно ее найти. Ну, так найдите. Я думаю, вам не составит труда узнать ее номер. Ее телефон здесь. А вот это она написала вам. А это у вас там нормально, да? Лезть в чужую жизнь без мыла. Дорогой Виталик, после вчерашней встречи с Андреем я поняла, что вся моя жизнь будто какой-то черновик. Виталик, бессвязный набросок слов, поступков. Как жить, если я никому не верю и ничего не хочу? Виталик, ты очень хороший, надежный, верный. Но ты не мой мужчина. Прости. Прости меня за все. Я надеюсь, что ты будешь счастлив. Командир, порядок? Не знаю. Не знаю. Не знаю. У вас нет идеи, где сейчас могла быть Ольга? А мне-то? Что мне теперь делать? Жить. Хорошие у вас ботиночки. Мэтт Энт Уилл. Ручная работа. Всего две тысячи фунтов. Рекомендую. Зато я не ворую. Это от Орлова. Добрый день, господин Калинин. Рад, что вы остались живы. По поводу вашего предложения. Пусть те, кто сейчас рядом с вами, отправят мой номер их начальству. И номер телефона. Что скажете? А что тут говорить? Генералу звонить надо. Орлов слушает. Здравствуйте, Волослав Сергеевич. Я генерал Григорьев. Рядом со мной генерал Вавилов. Мы хотели бы обсудить... Я догадываюсь, что... Вам нужны контакты тех, кто хочет вернуться, но боится объявить о своих намерениях. Верно? Да, совершенно верно. Я готов. Но у меня есть одно условие. Какое? Я все расскажу только вашему агенту. Без проблем. У нас их там как раз трое. Они с вами встретятся. Вашему агенту Яне Савельевой. Лично. Встречу и место я назначу сразу после того, как госпожа Савельева полетит в Англию. Но вы же можете просто переслать нам список по закрытому каналу? Зачем нужны какие-то личные встречи? Так, мои условия вы услышали? Всего доброго. Я не понял, Федя, почему именно Яна? Что он вообще о ней знает? Ее настоящее имя? Фамилия? Думаешь, я это понял? Ну что за вес? Надо работать. Пиши Савельевой, пусть едет сюда. А я пока поищу хоть что-нибудь на этого Орлова. Надо спонять, что он за птица такая. Как у тебя дела? Мамочка. Мамочка. Я тебя очень-очень люблю. Все жду, когда ты мне улыбнешься и скажешь. Яна, папа пришел. Пять и считали. Три-четыре! Му-у-у! Клупо! Папа пришел. Гена, что случилось? Там машина взорвалась. Где Сава? Погиб он. Прости. Мама, папа больше не придет. Мама, папа больше не придет, а? Мам, ты что-то сказала? Мне пора. Я уже ухожу. Спасибо. Да, господин посол. Я понял. Да, спасибо. Ух, как с этим Орловым-то все. Непросто. Уже 25 лет, как он в Англии. Очень непубличный товарищ. Тип опасный, серьезный и очень богатый. В нашем посольстве мне сказали, что он до сих пор пользуется уважением многих состоятельных наших бывших соотечественников. Причем не только в Лондоне, но и по всей Европе. С чего бы это? Интересно. Посол намекнул, что Орлов этот, человек старой формации, живет по понятиям. А та публика такие вещи уважает. Сам понимаешь, они же все родом из девяностых. Значит, список у него может быть. Похоже на то. Но почему именно Яна? Не нравится мне все это. Не нравится. Здравия желаю. Товарища генерала, вызывали? Яна, тебе придется поехать в Англию. Ну как? Меня же отстранили. Ну, тоже не ошибается. Задание простое. Один человек передаст тебе документы. А что, ребята сами не могут забрать? Нет. У них другие задачи. Хорошо. Когда вылет? Прямо сейчас. У тебя здесь есть все необходимое? Да. Можно 10 минут? Да, пожалуйста. Федя, к чему такая спешка? Мы еще понятия не имеем, что задумал Орлов. А сколько времени? Ну, уйдет на это. Миша, нам доверили спасти наших, хоть и бывших граждан. Будем медлить, их всех перестреляют. Ты этого хочешь? Ты знаешь, Федя, что для меня Яна, как дочка, я тоже поеду. Я хочу лично ее подстраховать. Да, товарищ генерал. Понял. Парни, дело есть. Строев. Да. Остаешься за старшего. А мы с Гуляевым поедем страховать Яну на встрече с Орловым. Будьте на связи. Как слышишь меня, Яна? Командир, я на связи. Принял. Орлов появится с минуты на минуту. Выбери себе столик. Просто сядь и что-нибудь закажи. Принято, командир. Яночка, привет. Рад тебя видеть. И я тебя. Что бы вы хотели? Сидор, пожалуйста. Хорошо. Здравствуйте. Привет. Один эль, пожалуйста. Отличный выбор. Какой еще эль, Гуляев? И хватит на пап пялиться. Плохо тебя слышно, командир. Черт. Что-то со связью. Ну что? Орлов не появился? Пока нет. Ждем. Появится. Обязательно появится. Все хотят жить. Это нормально. Ваш эль, сэр. Спасибо большое. Гуляев. Смотри, не наклюкайся. Да успокойся ты, командир. Все нормально. Что такое? Я пока пойду к машине, заменю наушник. Продолжаем наблюдение. Здравствуйте, господин Вавилов. Здравствуйте, господин Вавилов. Здравствуйте, господин Орлов. Удивлены? Удивлен. Но договор же был другой. Вы встречаетесь с нашим агентом и передаете ей информацию. Ну что же делать, я передумал. И, сколь скоро вы здесь, то, ну, согласитесь, что говорить о делице, эль, сообразнее всего с самым главным. Не так ли? Но вы ведь не знали, что я здесь буду? Да, не знал. Но я предполагал, что такая вероятность существует. И, как видите, я не ошибся. Слушайте, я не буду вас спрашивать, как вы узнали про Савельева. И откуда вы знаете, кто я? Но с такими деньгами, связями… С вами приятно иметь дело, господин Вавилов. Очень приятно. Вы все правильно понимаете? Что-то ко мне никто не подходит. Расслабься. Ждем. Возьми еще что-нибудь. Извините. Повторите, пожалуйста. Одну секунду. Черт. Яна. Да хватит время тянуть, пялиться на Савельеву. Давайте по делу. По делу? По делу. Хорошо. Вот конверт. В нем флешка с интересующим вас списком. Кроме того, приватный ключ от одного криптокошелька, в котором лежит очень приличная сумма. Ну, а для кого эти деньги? Что? Что-то не так? Вон там в подворотне стоял человек, скорее всего, ваш агент. Ну и что? А то, что его сейчас нет. И что, он не может сменить дислокацию? Не нравится мне все это. Ну, что там у них? Ничего, тишина пока. Может, не могут говорить? Слушайте, вы вроде как в обуви хорошо разбираетесь. Ну, есть немного. Вот и отойдите отсюда. Не мешайте оперативной работе. Товарищ командир. Яна, Гуляев, отзовитесь кто-нибудь. Я на связи. Что у вас там? У нас пока все тихо. А чего мужики молчат? Краснова не вижу. А Гуляев сидит через столик от меня. Все в порядке. Не волнуйся. Понял. Орлов так и не появился, да? Пока не появился. Что-то я разнервничался. Схожу-ка я в туалет, с вашего позволения. Позволяю. Здравствуйте, мисс. Пары фунтов не найдется? Прошу не для себя. Для революции. А что за революция? Культурная. Люди, любите друг друга. Там что-то происходит. Это еще кто такой? Не знаю. Всем внимание. Начинаем. Пожалуйста. Вы кто? Вы кто? Да что у них там происходит? Не знаю. Что происходит? О, мой. What are we doing? Help! Колись, это твоих рук дело? Ты что, сдурел, генерал? Это ты хотел встретиться здесь с Савельевой? Это твои люди ее похитили. Успокойся, это же полный бред, генерал. Я же вам намекал. Если бы не Савельева, ты бы сюда не приехал? Не приехал бы. А мне нужно было конвет передать только тебе. Лично. Потому что документы в нем только для тебя. Пойми ты, наконец, это. Я тебе не верю. Твое дело. Но сделка не состоится. Товарищ командир! Гуляет! Я, она! Эй, товарищ олигарх, вы там не смылись случайно? Яна, отзовись! Отзовитесь кто-нибудь! Что у вас там происходит вообще? Савельева Субтитры создавал DimaTorzok